Девушки отдыхают Что вы предлагаете? Московский комитет партии считает необходимым ввести в Москве осадное положение. Правильно. Пишите. С ним объявляется, что оборона столицы на рубежах от стоящих на 100-120 километров западнее Москвы поручена командующему Западным фронтом генералу армии Жукову. Оборона города на его подступах возлагается на начальника гарнизона Москвы генерал-лейтенанта Артемьева. Девушки отдыхают 2 октября 1941 года в Москве осадное положение. Второе. Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала. А провокаторов, шпионов и прочих агентов немецкого фашизма, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Согласны ли с таким текстом? Согласны ли с таким текстом? Да. Поехали. КОНЕЦ 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 Бабочки! Не ройте ямочки! Приедут немецкие таночки и поставят вам баночки! Уйди, неполноценный! Дура, ты! Не понимаешь! Немцы под Можайском к кунцу продвигаются, а вечером в столице будут, в Москве. Так что бегите все, бегите, пока не поздно! Провокатор! А ну-ка, бабоньки, взяли! Поймали его! Держи его, гада! Проклятого! Шпиона поймали! Все мысли москвичей направлены к тому, как задержать и остановить врага. Как вы знаете, Москва уже дала фронту 12 ополченческих дивизий. В эти трудные дни каждый райком Москвы дал еще по одному коммунистическому батальону. Всего 25 батальонов, состоящих в основном из комсомольцев и коммунистов. В настоящее время из этих батальонов мы создаем 2-ю московскую коммунистическую дивизию численностью 15 тысяч человек. Одновременно в Москве сформировано 40 истребительных батальонов. Они заняли рубеж на ближних подступах к столице. Для ведения уличных боев создано еще 169 боевых дружин численностью 7 тысяч человек. Таким образом, только в последние октябрьские дни столица дополнительно выставила почти 50-тысячную армию. В системе обороны города определено три рубежа. Первый – по Московской окружной дороге. Второй – по Садовому кольцу. Третий – по Кольцу А и Москва-реке с юга. Товарищ Артемьев, как дела с минированием мостов? Под 12 у городскими мостами заложено 22 тонны взрывчатки. Это крайняя мера на случай самого худшего. Будем надеяться, что нам не придется к ней прибегать. Битва за Москву вступила в свою решающую фазу. Наступление немецко-фашистских войск продолжалось на всех направлениях. 29 октября 2-я танковая армия Гудериана перешла в наступление на левом фланге Московской зоны обороны вдоль шоссе Нценсктула. Ценой огромных потерь немецким войскам удалось занять Ясную Поляну. И в этой развалюхе жил граф Толстой? Абсолютно точно. Это имение графа Толстого. Историческое место. Мы специально для вас устроили здесь штаб. Если вам не понравится, можно все выкинуть. Хорошо. Это спальня Льва Толстого. Мы хотели предложить вам, господин генерал, переночевать здесь перед Тулой. Выкиньте это старье и принесите мою походную. Господин генерал-полковник. Вас к телефону фельдмаршал Бок. Добрый день, господин фельдмаршал. Сегодня был трудный и неудачный день. Я подтянул к Туле более 100 танков и рассчитывал сходу ворваться в город. Головные танковые подразделения достигли пункта в 4-х километрах от Тулы. Попытка захватить город схода натолкнулась на сильную противотанковую оборону. Надо повторить удар. Хорошо. Сегодня в ночь и завтра утром я нанесу еще два удара. По южной окраине города 80-ю танками и мотопехотой. Вам надо обязательно завтра утром взять Тулу. И помните, что вам следует обеспечить дальнейшее продвижение на Коломну и Серпухов. Сейчас не май месяц и мы не во Франции. До свидания. Продолжение следует... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для противодействия авиации, противника которой наверняка активизируется в эти дни Предлагаю подтянуть к Москве нашу истребительную авиацию с соседних фронтов Парад, я думаю, можно будет провести В течение дня противник силы свыше 250 бомбардировщиков пытался прорваться к столице со стороны Подольска Вражеские бомбардировщики на подходе к городу были встречены особо плотной завесой зенитного огня И стремительной атакой наших истребителей И были вынуждены повернуть обратно, не достигнув цели В настоящее время противник мелкими группами и отдельными самолетами ведет непрерывные налеты Стремясь выйти к центру города На сегодняшний день к 17.00 сбито 34 юнкерса Как будете действовать, если с 7 ноября утром враг совершит налет на Москву? Воздушное прикрытие Москвы надежно, товарищ Сталин 550 истребителей стоят на аэродромах в готовности номер один Нельзя допустить, чтобы в этот день фашистские самолеты проникли в московское небо Но если все же такое случится, парад ни в коем случае не отменять Есть, товарищ Сталин Не пропустим к Москве, товарищ Сталин Если нужно, будем таранить Хорошо Хорошо Спасибо Взстановите ОсWER Товарищ Сталин, немецкие войска прорвались к Кашире. Каширский горком партии просит разрешения взорвать электростанцию. Как же можно? Каширская электростанция дает ток Москве. Сообщите немедленно, чтобы электростанцию не взрывали. К Каширу идут воинские подкрепления. Электростанцию не взрывать. Под вашу личную ответственность. Понятно? К вам идут подкрепления. Держитесь. До свидания. И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Нации Плеханова и Ленина, Чернышевского и Белинского, Пушкина и Толстого, Клинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Ну что ж, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Политрука Клочкова! Кангиву сносит! Разрешите, товарищ генерал? Да. Извините, честь не могу отдать. Шапку потерял где-то, в горячке. Главное, что голова цела. Политрук Клочков, за стойкость и мужество, проявленные при защите нашей столицы Москвы, Президиум Верховного Совета СССР награждает вас Орденом Красного Знамени. Служу Советскому Союзу! Давай сюда Орден. А что вы делаете? Обмыть надо. По традиции русской армии, чтобы не был последним. Пей. Да я не пью. Ну, ради такого случая можно попробовать. И за праздник Октябрьской революции. Опять же. Сейчас Окосеева. Сейчас Окосеева. Ничего, немцы ночью не полезут. Первый слушает. Ясно. А девушки придут? Все понял? К нам едут Катюши. И приказано срочно собрать из всех частей сводный батальон и посадить на машины. Машины пришлют из штаба армии. Клочков! Поедете комиссаром сводного батальона. И вот вам моя шапка, как подарок. Есть. Здесь же, в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии, в ночь на 7 ноября, переходил линию фронта комсомольский диверсионный отряд, бойцом в котором была Зоя Космедемьянская. Немцы, колонны машин. Всем быстро в лес! Стой! Привал! Ребята! Ребята! Поздравляю вас с 24-й годовщиной Великого Октября! Ура! Прieval! Привал fixed здраво! Привал Товарищ политрук, приехали. Москва, о господи. Становись! Политрук, что за вид? Встаньте в строй. Слушаюсь! Ко мне! Становись! Товарищи красноармейцы и краснофлотцы! Командиры и политработники! Партизаны и партизанки! На вас смотрят весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков! На вас смотрят порабощенные народы Европы, как на своих освободителей! Великая освободительная миссия выпала на вашу долю! Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная! Война справедливая! Щербаков говорит, доложите обстановку! Пока все спокойно! Для противника парад в осажденной Москве, видимо, явился неожиданностью! Хорошо! Продолжайте наблюдение! Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков! Александра Невского, Дмитрия Донского! Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского! Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! Под знаменем Ленина вперед к победе! Ура! 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 КОНЕЦ 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 По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат. Под старую телегою рабочие сидят и слышат шепот гордый вода и пот и над. Через четыре года здесь будет город-сад. Свела промозглость корчию, неважный мокр уют. Сидят в потьмах рабочие, подмокший хлеб жуют. Но шепот громче голода, он кроет капель спад. Через четыре года здесь будет город-сад. Я знаю, город будет, я знаю, в саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Ещё прочти, ещё! Зоя, давай ещё прочти! Всё, ребята, пора. Привал окончен. Вернёмся, задание. Зоя нам ещё почитает. Вы останетесь дежурить. Я прошу вас меня послать на задание. На задание пойдут только ребята. Трудности надо делить пополам. Я прошу вас. Ну ладно, пойдёшь в Петрищево, подожжёшь склад. Только сразу в лес, поняла? Есть поджечь склад. Петрищево, поджечь склад. Теперь я не могу. Петрищево. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Да, я Ваша цель Уничтожить вас Кто поселял вас? Не скажу Где находится ваш отряд? Не знаю Meine Herren Machen Sie etwas, schnell 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 65 65 67 68 68 69 69 67 68 69 69 69 Эй, товарищи, что смотрите, невесело, мне не страшно умирать. Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вовы там стят за меня. Прощайте, товарищи! Бейте фашистов! С нами Сталин! Сталин придет! А-а-а! А-а-а! Господа, у нас сегодня один вопрос, по которому Верховное Командование хочет знать ваше мнение. Что делать дальше? Должны ли армии окопаться, начать готовить зимние позиции и ожидать весны? Или они должны и могут продолжать наступление на Москву зимой? Господа, ожидаемое в ближайшее время наступление холодов вероятно сделает еще раз на ограниченное время возможным быстрое проведение операции на Востоке. Я имею в виду дороги, которые станут проходимы для танков и машин. Я убежден, что следует перейти к обороне на севере и юге, но в центре нанести последний удар по Москве, который приведет к ее занятию еще до наступления морозов. В военном и психологическом отношении необходимо взять Москву. Ну что ж, мнение фельдмаршала фон Бока совпадает с планами Верховного Командования и мнением фюрера. Внимание! Слушайте обращение фюрера к германской армии. Солдаты, перед вами Москва. За два года войны все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться. Покажите ей силу вашего оружия. Пройдите по ее площадям. Москва – это конец войны. Москва – это отдых. Вперед! 15 ноября 1941 года началось последнее, или как его принято называть, второе наступление на Москву. Гитлеровское Верховное Командование бросило в бой 74 дивизии общей численностью около миллиона солдат. 11 670 орудий и минометов, 1500 танков. «Музыка» Товарищ командующий, краснознаменный ансамбль песни и пляски Александрова прибыл. Но! Это нам вместо резервов прислали? Товарищ командующий, мы считаем своим долгом немедленно отправиться на передовую и дать там концерт. Там уже идет концерт. Слышите? Я вас туда пустить не могу. Но мы приехали, чтобы выступать. Нет, нет, товарищ Александров, я не могу этого сделать. Вы достояние всей Красной Армии. Товарищ майор, организуйте-ка сюда побольше телефонных аппаратов, и пусть ансамбль поет в телефонной трубке. Есть. А бойцы на передовой услышат и подпоют. Спасибо, товарищ командующий. Желаю удачи. Становись! Внимание! Вставай, стяда огромная! Вставай, рассветный бой! С фашистской силой темною, Батарея, беглым! Огонь! Вставай, стяда огромная! Пущественная война! Вставай, стяда огромная! Вставай, стяда огромная! Всем пламенных идей! Огонь! Огонь! По танкам противника беглым! Огонь! 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 Пятая аппарата! Противник пытается прорваться к Волоколамскому шоссе и овладеть железной дорогой! В Дубосеково не пускать! Стой, стой, стой! Ребята! 20 танков ерунда! Меньше, чем по одному на брата! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огонь! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Видали? Шесть, восемь, десять, четырнадцать штук рванули! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Видно, помирать придется. Братцы! Велика Россия! Отступать некуда! Позади Москва! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Командарм-16 слушает. Как Панфилов держится? Третий день удерживает Волоколамское шоссе. На пределе человеческих возможностей. Позвони и поздравь его. Только что передали указ Верховного Совета о награждении дивизии орденом Красного Знамени и о переименовании ее в восьмую гвардейскую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Георгий Константинович. Сейчас позвоню. В эти дни так мало радости у всех. Сейчас позвоню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Командарм-16, соедините меня с генералом Панфиловым. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло! Иван Васильевич? Генерал Панфилов убит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Генерал Панфилов убит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Семь танковых, три моторизованных и три пехотных дивизии наступали на Волоколамском направлении, стремясь прорвать фронт и вырваться к Москве. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Георгий Константинович, я приехал просить тебя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я уж не говорю о смертельной усталости. Солдаты буквально валятся с ног. Георгий, разреши отойти на Истринский рубеж. Отойти значит отступить, товарищ Рокоссовский. Нет, ни шагу назад. Стоять насмерть! Разрешите идти? Идите. Слушаю, товарищ Сталин. Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об этом с болью в душе. Говорите честно. Как коммунист. Считаю, Москву удержим. Но для этого нужно не менее двух армий, хотя бы 200 танков. Это неплохо, что у вас такая уверенность. Позвоните в генштаб и договоритесь, где сосредоточить две резервные армии, которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября. Но танков пока отдать не сможем. Ясно. Резервные армии я попрошу сосредоточить на флангах. До свидания, товарищ Сталин. Командующий фронтом не принял во внимание моей просьбы. Я считаю отход на Истринский рубеж чрезвычайно важным. И мой долг командира и коммуниста не позволяет мне безропотно согласиться с решением командующего фронтом. Я обжалую это решение. Подготовьте телеграмму начальнику генерального штаба. Пишите. Маршалу Шапошникову. Товарищ Сталин. Рокоссовский просит разрешения на отход, чтобы прикрыться Истринским водохранилищем. Это на 10 километров ближе к Москве. Оборонительная позиция для 16-й армии. Там будет лучше. Санкционируйте предложение Рокоссовского, если вы считаете его правильным. Константин Константинович, начальник генштаба санкционировал ваше предложение. Зная, Борис Михайлович, я убежден, что этот ответ согласован с верховным главнокомандующим. Немедленно заготовьте распоряжение войскам на их отвод ночью на рубеж Истринского водохранилища. Сядь. Командарму 16 Рокоссовскому. Войсками фронта командую я. Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю оставаться на занимаемом рубеже и ни шагу назад. Генерал армии Жуков. Что будем делать? Жуков прав. Ты прав, как командующий, отвечающий за свой участок фронта. А он телеграммой подтвердил свою личную ответственность за судьбу всего западного фронта. Я хорошо знаю Жукова. Нас связывают 20 лет дружбы. Я понимаю, что сейчас на его плечи легла колоссальная ответственность перед всем советским народом. И даже если он в чем-то не прав, то в главном прав. Нельзя делать ни шагу назад, если позади Москва. Значит, надо стоять насмерть. Фельдмаршал фон Бок лично руководит ходом сражения под Москвой с передового командного пункта. Его неслыханная энергия гонит войска вперед. Фон Бок сравнивает сложившуюся обстановку с битвой на Марни, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения. Передайте Боку, чтобы он не продолжал фронтальных атак, а стремился окружить Москву в первую очередь с севера и не забыл дальние цели. Ярославль, Рыбинск, может быть, Вологду. И сообщите Боку, что мы думаем переименовать Смоленск и назвать в его честь Бокбургом. Несмотря на огромные потери, войска группы армий «Центр» продолжали рваться к Москве. Немецкое командование любой ценой стремилось захватить Москву. Ожесточенные бои шли у Крюкова, в районе Истры, под Нарафаминском, у Яхромы. Следующая остановка – Красная площадь. Когда придет проклятый автобус? Он, кажется, опаздывает. Ну все, поехали дальше. КОНЕЦ ПОССОВЕТ! Передайте товарищу Сталину! Немцы захватили Красную Поляну! Захватили Красную Поляну! ЗАХВАТИЛИ КРАСНУЮ! Константин Константинович, Вас к телефону Верховный и Главнокомандующий. Слушаю, товарищ Сталин. Известно ли вам, товарищ Рокоссовский, что в районе Красной Поляны появились части противника? И какие принимаются меры, чтобы их не допустить в этот пункт? Мне известно, товарищ Сталин, о выдвижении передовых немецких частей севернее Красной Поляны. Мы подтягиваем туда силы с других участков. Ставка дала распоряжение усилить вас войсками. Завтра Красная Поляна должна быть взята. господин фельдмаршал, тяжелая артиллерия подготовлена для обстрела Кремля. Хорошо, генерал. А теперь покажите мне в бинокль Москву. Прошу. Сейчас русские пойдут в контратаку. Надо ехать? Да. Зато я видел Москву. Может быть, в последний раз. Вызывайте сразу всех! Я Москва! Я Москва! Слушайте все! Слушайте все! Камыш! Луна! Роза! Фрикоза! Вологда! Слон! Ты что, спишь, слон? Слушайте все! Товарищи! Братцы! За нашу великую родину! За нашу Москву! Вперед! Вперед! КОНЕЦ! КОНЕЦ 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 Рокоссовский стремительной контратакой выбил противника из Красной Поляны. Была захвачена батарея дальнобойных орудий, подготовленная для обстрела Москвы. Прорвавшиеся к Дмитрову немецкие войска отброшены над городом и вышвырнуты за канал. Но пришло время, товарищ Сталин, дать приказ о подчинении Западному фронту 1-й ударной и 10-й армии, чтобы нанести противнику контрудар и отбросить его от Москвы. Вы уверены, что противник подошел к кризисному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-либо новую крупную группировку? Противник истощен, но и войска фронта без ввода 1-й ударной и 10-й армии не смогут ликвидировать опасные вклинения. А если мы их не ликвидируем сейчас, то противник может подкрепить свои войска в районе Москвы крупными резервами, тогда положение может серьезно осложниться. Наступило время для контрудара, товарищ Сталин! Я посоветуюсь с генштабом. Шапошников слушает. Борис Михайлович, как вы себя чувствуете? Спасибо, лучший, товарищ Сталин. Критическое состояние кончилось. Болезнь – это наступление микробов, как и война со своим кризисом. Если кризис миновал и вы живы, переходите в контрнаступление и бейте врагов лекарствами и пилюлями. У меня этих пилюль в резерве поднакопилось. Переходя по аналогии к войне, хочу сказать, что Жуков тоже считает, что критическое состояние на Западном фронте кончилось. Просит дать ему из резерва первую ударную и 10-й армии. Ваше мнение? Я тоже считаю, что кризис у него миновал. И пора уже приготовить немцам хорошую припарку. Я вас понял, Борис Михайлович. Поправляйтесь. До свидания. Спасибо, товарищ Сталин. Отдайте приказ сегодняшнего дня с 29 ноября передать распоряжение Жукова первую ударную, 10-ю и 20-ю армии. Мы должны попробовать еще раз, еще последний раз, удар в направлении Красной Поляны. Самой ближней точки от Москвы, 16 километров до речного порта Химки. Что вы думаете, Хептнер? Мы должны наступать. Надо прорвать последние оборонительные позиции под Москвой. Кулос шатается. Стоит лишь его еще раз толкнуть, и он свалится. 7-й танковый корпус атакует 1 декабря вдоль Минской автострады. Я согласен. 20-й армейский корпус нанесет удар 1 декабря в районе Нарафа-Минска. Развернув свои ударные группировки на широком фронте и далеко замахнувшись своими бронированными кулаками по флангам, противник в ходе битвы за Москву так растянул свои войска по фронту, что в финальных сражениях на ближних подступах к Москве они потеряли свою пробивную силу. Коммуникации врага растянуты на тысячу километров и находятся под постоянными ударами партизанских отрядов. Большие потери гитлеровских войск и ожесточенное сопротивление советских воинов все это резко отразилось на боеспособности немецких частей. Советские войска тоже понесли большие потери. Но они все время получали необходимую помощь от Родины и сохранили свою боеспособность. Стремясь использовать благоприятные обстоятельства, сложившиеся в нашу пользу под Москвой, команда внезападным фронтом решила 6 декабря 1941 года перейти в контрнаступление. Ближайшая задача контрнаступления разгромить немецкие ударные группировки и отбросить их от Москвы. Как будем наступать, товарищи генералы? Учтите, что несмотря на то, что нам передано три дополнительных армии, Западный фронт не имеет численного превосходства над противником. В танках по-прежнему остается превосходство на стороне врага. Это обстоятельство является основной особенностью нашего контрнаступления под Москвой. Итак, ваши мысли. Разрешите? Мы думаем наступать ночью. Мы исходим из того, что атака нашей пехоты против немецких танков днем не сулит нам успеха. Пехоту танки просто перебьют. А в темноте же им будет трудно ориентироваться. Важно свести на нет преимущество немцев в танках и авиации. Исключить их из боя. Внезапным ударом сблизиться с противником вплотную, принудить его сражаться оружием ближнего боя. Пулеметом, автоматом, винтовкой, гранатой и даже в рукопашную. Словом, ночь это союзник смелых и умелых. А как вы будете выдерживать направление ночью на незнакомой местности? Василий Иванович, у тебя зажигалка есть? Есть. Давай. Мы зажжем по два костра в тылу каждого наступающего батальона. Нужно, чтобы костры находились в створе направления движения на расстоянии километра друг от друга. Если командир, обернувшись, увидит два огня совмещенными, значит направление движения верное. Если же он увидит костры порознь, значит они сбились с курса. Ну что ж, хорошо. Согласен. Георгий Константинович, получено срочное сообщение о прорыве на центральном участке фронта. Противник неожиданно прорвался в центре фронта и движется по шоссе на Кубингу. Командармам выехать в свои войска. Прорыв ликвидировать немедленно. Это их последний удар. Товарищи генералы, срок контрнаступления остается прежним. 6 декабря. Седьмой танковый корпус наступал ромбом или свиньей. Классическим боевым строем немецких механизированных соединений. В авангарде углом вперед шли тяжелые танки Т-4. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя танковая армия докатилась до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встать! Вперед! 5 декабря перешел в наступление Калининский фронт. 6 декабря ровно в 6 часов утра за 3 часа до рассвета без артиллерийской и авиационной подготовки двинулись вперед стрелковые части 30-й, 1-й ударной и 20-й армий Западного фронта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От стен Москвы началось контрнаступление Красной Армии по всему фронту. К рассвету на направлении главного удара оборона противника была прорвана. Успех развивали подвижные соединения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА